Так, мои хорошие, у меня уже замариновалась курица, я сейчас буду ее, так как у меня сковородка маленькая, придется несколькими темпами жарить по нескольку раз. Курица обжаривает буду сейчас на сковородке. Сейчас масло разогреться хорошенько и будем обжаривать. Я знаю, что Оля меня увидит, или я ей в личку напишу, чтобы она мне поискала большую, потому что у меня одна сковородку забрал Ильюша в целиком себе, у них там нет сковородки хорошей, и я ему одну новую сковородку антикетарную отдала. Мне надо сделать другую, именно вот для плитки. Мне нравится, когда вот так вот пилают. Отделение, где маленькие ложечки должны лежать, или ложат большие ложечки. У меня аж прям это не... В целом, я пока у меня будет курица обжариваться, буду резать петельку. Так, 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 мои хорошие. Будем мяско жарить, с вами делать шаурму. Напишите, как вы делаете домашнюю шаурму, вам будет тоже очень интересно. Все, понемножку буду обжаривать, так как все за раз не влезет. А сама, так, стеклянную доску девочке достали. На ней хотели колбасу резать, но ножиком стукают, я говорю, вы повредите ее. На ней на стеклянной хорошую рыбу, мне, кстати, надо рыбу еще раз делать. Сейчас будем заниматься, пока петельку нарежу, и все остальное, вот что и так. Ладно, готовлю. Машенька у меня убежала за майонезом, потому что магазинским майонезом больше вкуснее шаурма. Я нарезала уже капусточку пекинскую, Машенька нарезала копченую колбаску, а Катюша нарезала такую колбаску. И они плюс еще порезали огурчики. Сейчас пожарю мяско и будем все смешивать. Мы обычно все ингредиенты вместе смешиваем. Ну, сегодня у меня Оксана не хочет с курицей, и Марина не хочет с курицей. Ты с курицей будешь или нет? Нет. Только с колбаской. Так так не вкусно будет. Ладно. Только... Я буду все вместе смешивать и дам. Василиса! Только одно мясо не надо. Почему? Я все вместе буду делать. Оно вкусно будет, Марина. Надо. Это только дети так могут. Поэтому сейчас будем все делать на ножницы. А тебе на шапочке надо отрезать. Так что сейчас будем делать... А, еще помидору надо нарезать. Вот, точно. Сейчас еще помидором нарежу, пока у меня курица будет жариться. Первое мяско уже пожарилось. Вот такая тарелочка. Но этого мало. Мы еще жарим. Мы хотим много мяса, чтобы вкусная была шаурма. Так, мои хорошие. Пока у меня там все жарится-парится, мы будем с вами смешивать все ингредиенты. Здесь у меня пекинская капуста. Я ее уже посолила. И вот немножко помяла, чтобы она была мягче. Что мы дальше сюда добавим? Огурчики, которые нарезали у меня, детки. Стараемся без рассола добавлять. Что-то не это. И все это хорошенько тоже сразу перемешиваем. Чтобы оно равномерно у нас все это смешивалось. Это лучше делать двумя ложками. Это удобнее. Не знаю, мне домашняя шаурма больше нравится, чем магазинские. Все перемешиваем крепко-накрепко. Можно на соль попробовать. Ммм, вкусно. Также я сюда добавляю помидоры. Я с помидор уже сок убрала. Я дуршлачок откинула и все. И они хорошо постояли. Сок ушел. Вот видите, как уже вкусный салат, ребят, получается. Представляете, какая вкуснятина. Уже вкуснятина получается. Сейчас сюда мы с вами добавляем морковку корейскую. Я ее немножко порезала, потому что она очень длинная была. Детям будет неудобно кушать. В тарелке потом будем с вами все это ополаскивать. Ой, ребят, я прям уже аж не могу. Какая вкуснятина будет. Я знаю, что многие шаурму делают, и они не перемешивают так, как я все. Они просто как бы понемножку каждого ингредиента ложат. Мы любим вот так вот именно делать, что у нас все перемешано. Оно еще настоится и будет еще вкуснятина. Следующее, что я сюда добавлю, это колбаска двух видов. Тут копченая и такая. И опять все это мы перемешаем с вами. Сейчас скажут, готовят какое-то непонятное что, да? Вы не забывайте, что у нас еще курица будет, поэтому я колбасы немного ложила. Видите, уже вкусно получается. Первую часть курицы, которая уже приготовилась, вторая часть еще готовится. Это еще не вся, еще будем курицу добавлять, она уже остыла, эта курочка. И вот пока сейчас вот это вот мы все с вами перемешиваем. Ой, какая вкуснятина, ребята, уже как вкусно, представляете? Потом еще все это с добрым киченезом и вообще будет вкусняться. Можно немножко посолить, чтобы оно повкуснее было. Тут, по идее, у нас морковка соленая, но я всегда немножко присаливаю. Ой, какая вкуснятина, смотрите, ребята, это же вообще, да, бомба? Все, сейчас мы дожарим еще курицу, она остынет, сюда добавим и будем делать шаурму. Так, ребята, добавила еще курицу. У меня тут получается с трех курей филюшки, шесть филюшек маленьких. Куриного филе. Сейчас хорошенько перемешаем все это. И будет еще вкуснятина. И мы сделали отдельно киченез. Сейчас я половину вылью, наверное, сюда. И немножко оставлю, чтобы листы сами смазывать. Все перемешиваем. У меня машинка стирается, поэтому, простите уж, пожалуйста, будет немножко шумно. Все смешиваем. И начинка для нашей шаурмы будет готова. Короче, ребята, решили я всю начинку положить. Сразу же. Ну, этот киченез весь решила сразу же положить. Все, мои хорошие, наша начинка готова. Сейчас стол вытру и будем начинять шаурму. Так, ну что, мои хорошие, первое я буду делать это вот с такими вот оригинальными этими лепешками. Посмотрим, что у меня, видите, как-то неаккуратные они, конечно, но они маленькие очень. Это для маленьких ребятишек можно вот сделать. Посмотрим, что у нас получится. Да, я начинки люблю, чтобы много было. Я с такими лепешками ни разу не делала, поэтому я не знаю, получится или нет. Ну, такие вот маленькие будут. Сейчас отправляю сразу на сковородку. Так, остальные буду делать вот с этим армянским лавашом. Вот такие вот первые получились. Пойду отдам деткам. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита! Так, ребят, начинки у меня еще осталось, поэтому я решила, сейчас добавлю сюда еще пекинской капусты и сделаю салатик такой. Так, все, нашинковала капусточки сюда. Сейчас все это перемешаю, будет вкусно. И потом еще, сейчас попозже немножко добавлю сюда кукурузы. Отварю макарошки, да, вы хотите? Под макарошки и с макарошками дам. Так, ребята, все, дожариваю я шаурму последнюю. Короче, вот здесь вот еще. Вот здесь вот еще. Короче, всем по большой шаурме получилось. Еще не все ели просто у нас. Тут еще некоторые дома нету. Пап, в частности, нету. Света где-то гуляет, я еще не ела, поэтому, короче, все довольные, все сытые. Я говорю, эти еще, получается, остались, все дополнительно. Кому-нибудь потом поедят еще вечером. Плюс полтазика салата осталось. Так что, плюс у нас еще борщ есть. Так что, что-то... У меня, я сейчас чай попью, тоже шаурму съем. Да, ребята, обязательно съем шаурму. И потом хочу рыбой заняться, мне на 5 кг рыбы разделать. Мама, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, у меня время вечер. Я разделываю рыбу. Тот же день если у меня есть. Сейчас скоро базы пойдем. Да, Оксана? Разделываю уже мясо перекрутили, убрали в морозилку. Сейчас попозже покажу вам морозилку. Сейчас вот рыбу еще раз делаю, уберу. И все. Нужно будет в баню идти. Пока просто нарезаю вот так вот на части. Потом помою ее и отрезаю все плавники. И ты ножик хочешь наберись. Оксана стоит, ножик хочет взять. Так что вот так у нас вечер проходит, да, Оксана? Угу. Ой, господи. Завтра я рано уеду в город. Мне надо по делам. Так что... Сегодня надо пораньше лететь спать. Если получится, ага. У нас обычно не получается, да, Оксана? Пораньше лететь спать. Особенно у мамы. Егорка сходил, накормил. Курей уже. Опять Василиса на микроволновку залезла. Так что как-то так. Ладно, сейчас рыбу разрежу и вам все покажу. Оксаночка, выключи камеру. Посылка. Особенно утрен. Оксаночка. Как же?